Лифт отправляется на 25 этаж или на 80 с лишним метров от земельного участка между улицами Мичурина и Челюскинцев. На этом пятачке, возможно, скоро появится многоэтажный дом-свечка. Это ближайшие соседи возможного новостроя, жители немногочисленных частных домов исторической части Саратова. Дома еще нет, а беспокойство уже началось. И что будет дальше? У нас полдвора оттепли, и все. У нас же двор был больше, тут дом чей частный стоял. Все снесли, у нас гараж снесли, оттепли полдвора. И вот это что они нам тут построят вообще. Мы свету божий видеть не будем. Все перекроют нам. Ситуация здесь в общем напоминает слоеный торт. Во-первых, сам участок расположен в так называемой зоне застройки Ж2, где разрешено строительство жилых объектов средней этажности. Сюда же накладывается и подзона И3, то есть исторический центр, который по действующим правилам землепользования на территории Саратова ограничивает высотность до 22 метров. Известно, что владельцы участка обратились к городской власти с просьбой об увеличении высотности строительства до 84 метров. В начале марта мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление о проведении общественных обсуждений, на которые будет вынесен проект решения о предоставлении санкции на изменение разрешенных пределов высотности на данном участке. Проводить обсуждение Исаев поручил комиссии по землепользованию и застройке. Ее возглавляет заммэра Антон Корнеев. Управление по охране объектов культурного наследия обеспокоено ситуацией, ведь в данном случае явно идет отклонение от общепринятых норм ради частного случая. Неоднократно, наверное, я и вы все мы слышали о том, что говорила Вячеслав Викторович Володин и губернатор Саратовской области о том, что не должно быть точной вот такой застройки, скажем, высотной, особенно в исторических части города Саратова. Поэтому мы считаем, что нужно просто придерживаться тех режимов и регламентов, которые город установил. Ну, этот документ, он их. Мы считаем, наверное, что неправильно брать часть исторической подзоны и менять там в этой отдельной части режима регламенты. Но, тем не менее, еще раз хочу повторить, это документ, принятый городом. Принимают решения, соответственно, муниципальные власти по данному вопросу. Мы, как орган охраны, говорили о том, что мы не поддерживаем решений, когда по принятым историческим зонам принимаются отдельные решения в рамках какого-то отдельного земельного участка, где меняется историческая подзона. То есть, либо нужно пересматривать целиком историческую подзону, ну, либо оставлять этот режим на всю подзону. Иначе у нас получается, как такое лоскутное одеяло. Тогда вопрос встает, зачем эти подзоны вообще устанавливались. Появление здесь 25-этажной свечки – одна из первых ласточек парадоксальной реструктуризации мэрии, инициированной Антоном Корнеевым. Началось все с перераспределения полномочий между Комитетом по управлению имуществом и Комитетом по архитектуре и градостроительству. Первый теперь занимается оформлением земли и выдачей разрешений на строительство. Следующий ход Корнеева – новые нормативы градостроительного проектирования. Как пример, жилье эконом-класса должно обеспечиваться одним или одной целой двумя десятыми машиноместа. А что получат будущие обитатели монструозной высотки на Мичурино-Челюскинцев? Транспортный коллапс. Ведь дороги здесь не расширялись с начала образования этого исторического квартала. Все закоулки запаркованы не только саратовцами, но и приезжающими на работу из Энгельса. Поэтому уже сейчас по этим улицам идет движение в одну машину. Уже в советское время там было построено несколько многоэтажек и уже сейчас там на этих узких улицах все запарковано, никто не может разъехаться. Плюс нагрузка на соцсферу – это и детские сады, и школы, и, скажем так, коммуникации, потому что водоотведение, водопровод, электричество – все это должно быть просчитано. И получается, что мы хотим построить еще более 20 этажей на маленьком пятачке, где было снесено там 3-4 двухэтажных дома старой жилой застройки. И мы хотим туда вселить, еще несколько сотен жителей дополнительных. Из учебных заведений рядом только гимназия. В утренние и обеденные часы дорога здесь практически полностью блокируется. Родители приезжают за детьми. Стены учебного заведения заполнены до отказа. Детского садика поблизости тоже не найти. Из-за тесноты соседние дома не могут похвастаться даже детскими площадками. Если в этом дворе есть небольшой городок, то в соседнем из развлечений только эти качели. Соответственно, будущая высотка ни в одном из пунктов градопроектирования по Антону Корнееву не совпадает. Если раньше решения об увеличении этажности зданий принимались в режиме реального обсуждения, то теперь все перешло в виртуальное пространство. Сейчас процедуру очень удобно перенесли в интернет. Мы против этого тоже, в общем-то, боролись, но не получилось. Приняли вот это постановление, по которому теперь вместо публичных слушаний действует процедура общественных обсуждений, что исключило голосование, что исключило очное присутствие и возможность задать напрямую вопросы чиновникам, вопросы заявителям, которые какие-то требования и какие-то предложения вносят. Получается, что теперь можно только действовать путем либо электронной почты, либо каких-то писем, которые можно отправлять. Возможность воткнуть свечку в исторической части Саратова вынесена на общественное обсуждение. Вот только увидеть проект смогут те, кто лично придет в Комитет по управлению имуществом в дни официального приема в понедельник и четверг. О том, что приглашение – очередная профанация, мы убедились лично. Есть заявление, какие параметры планируются у сотрудщика, но административным регламентом не предусмотрено. Ну, вернее, предусмотрено, но при желании, можно сказать, они могут предоставить материалы. Они нам не предоставят. И основания для отказа документов у нас нет. То есть, по какому проекту? Есть только заявление и нормы, которые они планируют. Это все размещено на связи. То есть, на сайте только в электронной вещи? Все понятно. Все, что они нам дали, все это на сайте. Несмотря на отказ чиновников показать будущий проект, представить, как высотку изуродует центр города, несложно. Наглядный пример – архитектурный урод на той же улице Мичурина, между Обуховским переулком и Первомайской, тоже когда-то согласованный чиновниками, без парковок и прочей инфраструктуры. Сам же мэр пока выступает в роли наблюдателя за эффективностью увеличения полномочий Комитета по управлению имуществом. На самом деле, в разных городах разные структуры так или иначе проходят через эти полномочия, которые вы озвучили. Время покажет, и горожане или юридические лица дадут оценку. А его заместитель Антон Корнеев отправляет прессу куда подальше. Удобно говорить, взгляд инфо вас беспокоит? Неудобно. А когда вас можно набрать? С пресс-службой нашей свяжитесь, точнее с мэр. Сейчас чиновники, напуганные общественным резонансом, включили задний ход. Мэр Михаил Исаев даже сообщил, что инициаторы строительства высотки готовы отозвать свою инициативу, но официального сообщения пока нет. А это значит, что возведение еще одного 25-этажного монстра не остановлено. Молоток над очередным гвоздем в исторический центр Саратова все еще занесен.